В Новосибирске создали карту шаурмы. Пожалуй, сейчас это самая популярная городская еда. Поэтому энтузиасты предложили оценить все точки восточного общепита по 10-бальной шкале. Можно ли доверять этому сервису, проверила Светлана Шуваева. Иван и Илья, чтобы помочь новосибирцам ориентироваться в мире мяса, завернутого в лаваш, сделали интерактивную карту. Лучшие точки на ней зеленого цвета, худшие – красного. По 10-бальной шкале оценивают потребители. Очень сложно оценивать шаурму объективно. Это надо взвешивать ингредиент. 30 грамм огурцов, 120 грамм мяса, пожаре на 5 минут. Но это, конечно, никто не будет делать. Обзоры – это вообще, в принципе, сама суть обзоров – это субъективность. Инспекцию начнем с единственной точки, имеющей высшую – зеленую метку. Если хочешь, вот запах может быть. Вкусно пахнет. Зира там есть, да? Все есть, все есть. Ну, зира прям ощущается очень. Создатели карты настаивают правильно говорить шаурменное. Шаурмячное – это ругательство. В шутку называют точки общепита храмами, а саму шаурму – свитками. Еда, как религия. Сетевые заведения, кстати, на карте имеют очень низкий рейтинг. Впрочем, владельцев бизнеса это не расстраивает. Говорят, клиент голосует рублем, а не метками на карте. Некоторые люди могут привлечь в себе внимание благодаря своему субъективному мнению в сети или через какие-то другие каналы. Ну, молодцы, что я могу сказать. У меня тоже есть субъективное мнение на каждый вопрос в жизни. Ну, конечно, я не эксперт по шаурме, но вполне съедобно. Я вот честно скажу, я вот так вот сходу рейтинг бы составить не смогла. Попробуем еще шаурму с низким красным рейтингом. Это единственное место, где повар – женщина. Считается, что настоящие восточные блюда должны готовить мужские руки. Бывает такое, что люди недовольны, говорят, что им не вкусно или что-то не понравилось? Нет. Я слушаю, чтобы они довольны, еще раз понравится. Вчера кушает, а сегодня тоже придет. Вчера я покушала и здесь. Мне понравилось. Еще пришла, вот приду вот так. Впрочем, тут тоже есть свои постоянные клиенты. Возможно, я предвзята. Но шаурма сразу теряет баллы, развалившись на две части. На вкус она сильно соленая. Ну, то есть, да, из всего, что я попробовала, наверное, это самое невкусное. Радует одно создатели карты. Едят шаурму регулярно уже год и ни разу не отравились. А это лучшая точка, по их мнению. Тут даже собралась небольшая очередь. Ну, допустим, мясо не такое подгорелое, да, как там, допустим. И овощи получше выглядят, посвежее. Ну, как-то вот так вот из таких и складывается, наше мнение. Хорошая шаурма – это хорошее мясо. Правильно понимаю? Ну, хорошая шаурма – это хорошее мясо, соус. И от души работа. Сейчас одну пикаму. Лично я готова добавить баллов за отсутствие майонеза и чеснока в соусе. И внешний вид. Дождь, ну, это четвертая шаурма. Сейчас на карте около 50 шаурменных. На самом деле их, конечно, гораздо больше. Чтобы нанести на карту все, нужны отзывы. Создатели карты надеются на горожан. Светлана Шуваева, Алексей Андробаев. Новости здесь, Новосибирск. Новости.